Народное средство для суставов. Артроз, артрит, артралгия. Проблемы с суставами выходят на первое место среди болезней опорно-двигательного аппарата. Миллионы людей страдают от воспалительных или дегенеративных изменений в суставах. Часто даже не связанные с костями и связками заболевания проявляются болями в суставах. Поражение в суставах характеризуется болями и ограничением подвижности, приносят физические страдания и психологические нарушения. Помимо медикаментов, помогают улучшить самочувствие домашнее средство. Почему болят суставы? Приветствую вас. Меня зовут Игорь Биопатриот. Я занимаюсь оздоровлением уже 4 года. Собственно, тысячи отзывов. И сейчас для вас, для всех тех, у кого болят колени, суставы, хочу поделиться информацией о том, что есть универсальный продукт, который снимает воспалительный процесс, хронический воспалительный процесс, системный воспалительный процесс. Всегда в основе любого болевого синдрома стоит воспалительный процесс. Дополнительно он еще сопровождается отечностью. И, собственно, в каком бы возрасте не случились те или иные недуги, если мы устраняем причину, как следствие у вас нормализуется состояние. И да, множество рекламы в интернете, множество всего, что засоряет информационный поток. Но это средство, которое применялось еще в Советском Союзе, озонированное масло, насыщенное активным кислородом, суперкислородом, озоном, О3, позволяет очень быстро подать сигнал в организм, как раз чтобы он остановил воспалительный процесс. В дополнение он еще подавляет патогенную микрофлору, она боится кислорода, и, собственно, насыщает кислородом наш организм, улучшается кровоснабжение и так далее. Друзья, тысяча отзывов, работает на причинном уровне. Ознакомливайтесь, заказывайте. Подробнее на сайте biopatriot.ru. Смотрите ссылку в описании. Благодарю. Почему болят суставы? Суставы являются местом соединения костей скелета, обеспечивающим возможность вести активный образ жизни. Благодаря наличию суставов человек выполняет любые движения, способен перемещаться в пространстве, работать, его внутренние органы без проблем выполняют свои функции. Суставов в организме человека около 230. Каждый из них имеет минимум две костные суставные поверхности, между которыми находятся хрящи, а вокруг плотная капсула из соединительной ткани. Самым крупным является коленный сустав, а самый мелкий расположен во внутреннем ухе. При любых изменениях в суставах происходит нарушение двигательной активности и появляются болезненные ощущения. Боли провоцируют дальнейшие ограничения движений, приводят к прогрессированию процесса, снижению работоспособности, ухудшению настроения, появлению слабости и раздражительности. Болеть суставы могут в результате воспаления, обусловленного бактериями, вирусами, патологией иммунитета, когда вырабатывается антитела против собственных клеток, нарушения структуры, обусловленного патологией метаболизма, недостаточным поступлением необходимых веществ, интоксикации, воздействия различных токсинов, оказывающих раздражающее действие на ткани, но не приводящее к воспалению или дегенерации их. В первом случае говорят об артритах, во втором – об артрозах и в третьем – об артрологиях. Для устранения неприятных ощущений, патологических изменений, возможно в комплексной терапии применять рецепты народной медицины. Как помочь суставам в домашних условиях? Рекомендации народной медицины направлены на профилактику появления проблем с суставами, устранение неприятных симптомов. Профилактика складывается из поддержания физической активности и соблюдения правил питания. Чтобы суставы оставались здоровыми, необходимо больше двигаться, выполнять упражнения, поддерживающие мышечный тонус и тренирующие связки и сухожилия. Самые простые движения, помогающие суставам. Наклоны головы и всего корпуса, движения делаются вперед и назад, в стороны. Вращение кистями и стопами, локтями и коленями, плечевыми и тазобедренными суставами. Махи руками и ногами. Просто пешие прогулки, спортивная ходьба с использованием палок. Среди рекомендаций по питанию ничего особенного. Стараться есть натуральные продукты, исключать полуфабрикаты, консервы, фастфуд. Больше полезных жиров и белков из постного масла и рыбы, меньше простых углеводов, сладости и выпечка. Предпочтение кисломолочным продуктам, овощам и фруктам. В случае уже возникших проблем, возможно использовать компрессы, растирание, употребление настоев и отваров внутрь, принятие лечебных ванн. Компрессы можно делать так. Распарить листья лопуха и обдать кипятком листья капусты. Больной сустав смазывают растительным маслом. Сверху накладывают подготовленные листья, потом пищевую пленку и укутывают теплым шарфом. Держать можно час. Если болезненность не уменьшается, повторить процедуру, заменив листья на свежие. Такой компресс обладает противовоспалительным, обезболивающим действием, снимает напряжение и отечность. К листьям можно добавить мед, а вместо самих листьев использовать сок, полученный из свежих листьев. Корень хрена натереть на терке, полученную кашицу сложить в мешочек из натуральной ткани и прикладывать к больному месту. Можно зафиксировать бинтом или косынкой. После использования яиц скорлупу промойте, высушите и измельчите до состояния порошка. Можно использовать кофемолку. Столовую ложку жирного кефира смешать с яичной скорлупой. Консистенция должна быть густой. Этим средством обмажьте больной сустав. Сверху пленка, теплая повязка. Держать компресс 2 часа. Это время оптимально провести лежа под одеялом. Средство для растирания. Столовую ложку горчичного порошка тщательно и равномерно перемешать со 100 мл вазелина. Для получения однородного состава нагреть на водяной бане, постоянно перемешивая. Остудить. Хранить в холодильнике. Втирать в проблемный сустав 3 раза в день. Оказывает согревающее, обезболивающее действие. 10 таблеток анальгина растереть до состояния порошка. Залить в стеклянные банки 10 мл комфортного спирта и 300 мл медицинского спирта. Взболтать, чтобы анальгин лучше и быстрее растворился. Добавить аккуратно размешивая 10 мл йодной настойки. Настаивать в теплом месте месяц. Такая растирка помогает справиться с воспалением и болевыми ощущениями. Настойка из почек сирени. Собрать 200 г почек с сиреневого куста до того, как появились листочки. Сырье промыть и подсушить. Залить половиной литра водки и настаивать 10 дней. Процедить и использовать для нанесения на больные суставы. Настои и отвары. Отвар листьев крапивы. Собрать в мае листья молодой крапивы. На 50 г листьев понадобится 2 литра воды. Листья мелко порезать, залить водой, довести до кипения и оставить на 10 минут томиться на маленьком огне. Остудить и процедить. Пить по половине стакана три раза в день перед едой. Отвар крапивы помогает уменьшить боль и отечность, улучшить кровиток в суставах, повысить эластичность хрящей. Отвар сухих листьев брусники. Две чайные ложки сырья залить стаканом воды, температура которой должна быть около 100 градусов. Настаивать четверть часа и выпить в течение дня. После месяца использования наблюдается стойкий эффект. Пройдут боли, двигаться станет намного легче. Ванны. Щелочные ванны приготавливают с добавлением двух литров застоя золы. Наполнить емкость на две трети золой от березовых поленьев, добавить до краев воды и довести до кипения. Потом настаивать 12 часов. Принимать ванны с таким составом каждый день 10 дней подряд. Они оказывают благоприятное воздействие на все суставы, поддерживают крепость костей и эластичность связок. Сухие ванны с морским песком. Морской песок промыть, высушить и прокалить. Лучше всего помогает при болях в суставах, кистей и стоп, да и применять для этих частей тела его намного проще. Перед употреблением разогреть под лучами солнца или на обогревателе. Существуют и другие простые и не очень народные средства для помощи суставам. Но прежде чем лечиться, стоит пройти обследование и посоветоваться с врачом.